На прошлой неделе в Ленинградской области повсеместно отмечали Всероссийский день посадки леса. Если для энтузиастов это всего лишь один день, то для тех, чья профессия связана с лесом, это ежегодная майская страда по плановым лесовосстановительным работам. Мы находимся в северо-западном лесничестве. Здесь происходит все вот так. Приходят саженцы вот в таких коробках. Вот коробки открывают, и здесь вот такой шикарный посадочный материал. Посмотрите, какая красота! Какие чудесные корни, влажные, все уже подготовлено к посадке. Их перекладывают в удобную тару, чтобы потом с этим ведерком отправиться на то место, где будут эти елки сажать. Вот такое прекрасное сочетание российского посадочного материала и финской тары. Очень удобно и специально приспособлены для того, чтобы сажать елки. И здесь удобный ремень, который замечательно пристегивается. Вот. Очень удобно. И на делянку. Северо-западное лесничество – одно из самых передовых в плане ведения лесного хозяйства. Ориентаторами здесь, как правило, используется самая современная техника, а качество работ на уровне мировых стандартов. Ведь рядом Финляндия и постоянные партнерские отношения с финскими коллегами. Знакомство с их опытом неизменно накладывает свой отпечаток и на те работы, что ведутся на нашей территории. По-моему, вам работать одно удовольствие. Но вы посмотрите, какой шикарный посадочный материал. То есть, каждая елка явно здесь приживется, да? А вы вот когда проверяете, смотрите, у вас, может быть, какое-то другое впечатление, как у специалиста? Нет, впечатление, конечно, одно из самых радужных, потому что действительно посадочный материал очень хороший. Это гарантия успеха на этой делянке. Делянка, как видите, она и хорошая, и одновременно с проблемами, потому что задернение большое, подготовка почвы идет очень тщательная, очень эффективная. И поэтому результат, я думаю, будет один из самых хороших на этой делянке. Это для вас исключение или правило? Это не совсем правило. Мы пробовали посадку закрытой корневой системе в Дымовском участковом лесничестве. Результат есть. На тех лесосеках или участках лесной культуры уже прошли рубки осветления. И результат хороший, но я думаю, что здесь будет получше. Заложим потом пробную площадь, посмотрим, как это будет выглядеть. Вон какая красота. А вот эта технология, вы посмотрите. А можно сразу мне у вас спросить, вот что это у вас, совсем какой-то другой финский инструмент? Называлась он труба. Посадочная труба. Очень просто. Интересная труба. Намного проще, чем нашим мечом. Неченький кулисово. Он садится точно в луночку и чуть-чуть прижал, и все. Ну-ка, давайте попробуем. Опа. Ага, во-первых, сокращается время. И прижать к облаку. Время посадки при таких площадях, это существенно. И то есть это там получается очень глубоко корни, то есть настолько, насколько это нужно. Да, как раз скрывает. Здесь имеет значение размер субстрата и диаметр этой трубы. То есть все соответствует друг другу. Вот саженцы, вот она. Вот такие саженцы в Ленинградской области теперь выращивают в Лужском лесцеменном центре. Вон буквально два года назад была закладка этого центра, а на сегодня уже мы имеем вот такой товар. Где-то проектная мощность этого центра 8-9 миллионов саженцев в год. Благодаря усилиям нашего комитета проведена большая работа, и у нас теперь свой посадочный материал, который обеспечит всю Ленинградскую область и регионы северо-запада. Ну и подготовка почвы. Видите, какая подготовка почвы? Как все ровненько, красивенько. Фреза работает на базе шведского трактора. И все это очень быстро. И вот эти 7 гектаров, эти 7 человек, работников, они его сегодня посадят. Играючи. Вы приходите потом когда-нибудь, вы обращаете внимание на результат вашего труда? Смотрите, вот здесь вот мы сажали, ага, дайте-ка я машину остановлю, посмотрю. А подросли ли елочки? Ну вижу иногда, вот я работаю только 14 лет, сосенки, ну вот уже такие нормальные. То есть, ну просто жизни человеческой не хватит, чтобы это все увидеть. Не для себя сажаете ведь? Ну да, для следующих поколений. Ну вообще, вот на самом деле, для вас важно, да, вот что вы берете вот именно такой посадочный материал, с такими шишечками чудесными там уже, которые... Это почечки. Почечками чудес, которые дальше дадут росточки, да? Да, конечно, это приятнее намного. В первое время после принятия нового лесного закона, когда вот эти обязанности по лесовосстановлению передали арендаторам, как-то многие были очень недовольны и говорили, ну как же, нам вот еще столько расходов, мы в основном должны зарабатывать, у нас прибыль главная, а еще нам вот надо и на лесовосстановление деньги выделять. И как-то поначалу этот механизм, это колесо поворачивалось достаточно медленно и неохотно, да? Ну вот прошло какое-то время, и что вот сейчас вы можете сказать, ну вот глядя на последние годы работы вашей компании, которая, в принципе, всегда старалась выполнять все, что необходимо. И, кстати, посадки, которые были сделаны в вашей компании, мы снимали еще 20 лет назад, на самом деле. Можно сетовать на нехватку средств, можно сетовать на какие-то условия, которые изменились в связи с принятием лесного кодекса, какие-то инструкции новые, но нужно всегда осознавать то, что ты получил аренду леса на 49 лет. И ты ответственный за то, что ты оставишь по следующему поколению. Каждый год мы пытаемся совершенствовать свою технологию и лесохозяйственных работ, и лесозаготовительных работ, и противопожарных мероприятий, учитывая новые технологии, которые есть сегодня, применяются у наших соседей в Скандинавии. Потому что, если обратиться к тем годам, что было 20 лет назад, посадочный материал, который приходилось делать, возобновление посадок, который приходилось очень много тратить время за уходом, за этими посадками, сейчас мы уже понимаем, что тот посадочный материал, который мы сегодня используем, который мы сегодня посадили, из него вырастет хороший, настоящий, красивый лес. Даже удивляешься, насколько все делается правильно, как положено. Это у вас на всех участках, у вас все такие правильные арендаторы, все выполняют, как надо? Понимаете, мне как главному лесничему, то, что мы сейчас видим, и этот процесс, который сегодня вы снимаете, этот, конечно, случай, хотелось бы, чтобы было во всем, не только в лесхозе, в нашем лесничестве, но и во всей Ленинградской области, и по всей России. Я с 75-го года в лесхозе, в лесничестве, 15 лет уже главным лесничем отработал, поэтому вся эта история становления и организации арендных отношений, я все видел и наблюдаю до сих пор. Ну, знаете, вот это лесничество компании Винер, это в надежных руках аренда, и вкладывают, и покупают, и вот, как видите, вот такой посадочный аппарат, труба вот эта, это просто, и вот я его взял сегодня, и не хочу выпускать из рук, как он мне понравился. Всероссийский день посадки леса в северо-западном лесничестве провели на территории Дымовского лесничества, которое очень сильно пострадало после урагана 2010-го года. Только там высаживали елки из сосновского питомника. Вот нужно знать и помнить, что если на сегодняшний день арендатор, лесозаготовитель, если он срубил, то он обязательно посадит. По лесоводческим правилам существует несколько вариантов лесовосстановления. Помимо такой, четко выверенной, подготовленной, с определенным количеством саженцев на гектар, есть еще и естественное восстановление, которое тоже весьма эффективно. Тогда применяются и различные способы содействия лесовозобновлению. Я наблюдал в своей жизни раньше по отечественной технологике, когда работали тренировочные трактора, там, пятьдесят пятки, и волока. Вот, понимаете, по одному и тому же месту таскают древесину на площадку, да, на склад, и этот волок, он, получается, он весь поранен, это весь уже, там уже такая, уже, ну, почва, будем так говорить, почти что вспахана. И приходишь лет через пять на этот волок, где делянка была вот шесть лет назад, предположим, да, а там сплошная щетка, такая щетка еловая. Вот елочка-то где-то под метр уже, да, вот, и просто, ну, вот просто ковер. Понимаете, это без всяких дополнительных затрат, без покупки, без выращивания. Природа, она сама восстанавливает. Только надо ей немножко, так сказать, создавать условия. Процесс посадки елок становится все более простым, но он по-прежнему остается ручной работой. Я бы даже сказала, ножной. Оп, нажимаем. Все, наш саженец, елочка, посажена. Но это только начало большой работы. За этой елкой еще надо ухаживать. Для меня это все, знаете, такое естественное, говорить прописные истины. Конечно, это сложный процесс, чтобы получить товарную древесину, там, через 80 лет. Это же, вот, вот мы сегодня видим только начало, так сказать, воспроизводства леса. Потом идет окашивание, приходит арендатор, ну, раньше лесники этим занимались. Сейчас, сейчас вот эти, те же самые, команда работников, она придет, она будет здесь окашивание производить, если пойдут злаки. Потом будет прореживание, прочистки, то есть уход в молодняках. Ну, а потом уже результат. Я пожелаю своим коллегам, чтобы каждый прожитый день он приносил радость. Радость от того, что ты сделал что-то хорошее для леса, в лесу. Именно эта работа, работа, которая, в принципе, будет видна через 30, 40, 50 лет, она приносит радость от того, что ты живешь не одним днем, а твое дело продолжается и будет продолжаться следующими поколениями. Человек для того и рожден, чтобы что-то сделать в этот свой отрезок мгновения жизни. Наша задача превратить наш Карельский перешейк именно в такой лесной рай, чтобы он ничем не отличался от тех красивых скандинавских территорий, которые мы буквально видим в 50 километрах. Мы стремимся делать все правильно. Ты расти, росточек тонкий, подымайся до небес, будет лес для вас, потомки, корабельный будет лес.